Доброй ночи. Россию все чаще и не без оснований называют страной с непредсказуемым прошлым. Названия эти возможны стали после того, как выяснилось огромное количество фактов о изменении, о фальсифицировании или редактировании истории. Но история, смею вам напомнить, это все-таки наука. Так вот, насколько точная она должна быть, сразу после рекламы. Новейшая история. История, которая обязана иметь в основе изучения своего документа. Правильно ли я понимаю, что без документа, без повода для разговора, для той или иной версии, для восстановления событий прошлого, нет и истории? Тут я бы хотел сказать следующее. Вообще документ сам по себе страшная вещь. Документ уничтожает часто и в прошлом, возможно и сейчас, я не знаю. Но документ имеет такую особенность, что в принципе он оставляет всегда какой-то след. Иногда это связано, в общем-то, довольно, я бы сказал, трагическими даже событиями. В свое время очень много было разговоров о том, что из себя представляет знаменитое завещание Ленина. Было сломано немало копий. Были опубликованы документы. Значит, издание полного, так называемого, собрания сочинений, значит, в 45-м томе был опубликован текст Ленинского завещания. Казалось бы, о чем спорить и о чем говорить. Но получилось так, что волей судьбы своей мне пришлось заняться сначала не завещанием Ленина, не выискивать у него какие-то политические там всякие уклоны, там вот троцкий, политическая борьба, а просто чисто работал я по документам. Получилось, что работая постоянно с документами, внимательно изучая тексты, я, значит, обратил внимание на один документ, не в подлиннике, потому что там в архиве, бывшем центральном партийном архиве, в Имаэлла, так, были очень строгие порядки, там, естественно, подлинник не выдавали, это вообще известные вещи. Вот. А плохую, в общем-то, довольно ксерокопию или фотокопию, я уж сейчас не помню, но довольно плохую. И что-то, значит, вот при изучении вот этого документа вдруг меня толкнуло, что, видимо, зная вот эти тексты хорошо, раньше завещание-то я смотрел все внимательно, вот именно архивистская такая... Чутье. Да, вот подход такой. Я вдруг увидел, значит, о том, что этот документ не соответствует, который я держал в руках, тому тексту, который опубликован в 45-м томе сочинения Ленина. Сказать об этом тогда было, в общем, по меньшей мере опасно. Я написал докладную записку, значит, которая из ИМЛа вместе со мной была направлена в Центральный комитет партии. Что, разберитесь, в чем там дело, что он там нашел. Все сценографические записи, так называемого Ленинского завещания, где он дает характеристики и так далее, и тому подобное, Троцкому, Сталину, вот, все они были по указанию Ленина сожжены. Значит, оказалось, что единственный рукописный, значит, вот материал оказался в моих руках. Ну и Центральный комитет, когда я пришел с пакетом запечатанным, где была изложена суть моего, в общем-то, изыскания, так сказать, вот, я разговаривал два часа, снимался с полки в 45-й том, прочитывался, разговаривали, я уж не помню сейчас фамилии, двое со мной, так, вот. Вот. Ну и, в общем-то, ни да, ни нет. Когда я спросил, в чем, собственно, ответ, мне сказали, что позвоните, и так звонка я никогда и не дождался. С вашего позволения, я процитирую этот абзац, чтобы аудитория понимала, о чем мы говорим. Ленин пишет, по крайней мере, так написано в письме к съезду, которое опубликовано в полном собрании сочинений, да? Что касается до первого пункта, то есть до увеличения числа членов ЦК, то я думаю, что такая вещь нужна и для поднятия авторитета ЦК, и для серьезной работы по улучшению нашего аппарата, и для предотвращения того, чтобы конфликты небольших частей ЦК могли получить слишком непомерное значение для всех судеб партии. Так опубликовано. А в оригинале, то есть вот в том документе, который нашли вы, да, написано, могли получить непомерное значение для всех судей, в кавычках, партии. Верно я понимаю? Значит, в подлиннике, как было написано Лениным, позвольте, значит, судей, а в 45-м судеб. Вроде бы незначительная деталь, в чем тут дело? Дальше идет текст, кто судьи, и никаких судеб там нет. И вот тут увязка просто смысловая. Но самое-то интересное, здесь вот строчка была выброшена. Затем, я думаю, предложить вниманию съезда, придать законодательный характер на известных условиях решениям Госплана, идя в этом отношении навстречу товарищу Тропскому. Вот эта последняя строка исчезла. Вообще исчезла? Вообще исчезла. Ее и в этом 45-м томе нет. В чем тут дело? Пенин, тяжело заболев, искал себе союзника. И Сталина он союзника не видел. Попытался опереться на Троцкого. А поскольку Троцкий занимался как раз вот реорганизацией Госплана, то Ленин и написал, идя в этом отношении, встречу товарищу Троцкому. Сталина это никак не устраивала. Дальнейшее походило и на детектив, и довольно сложную такую историю. Как же этот вот документ оказался у Сталина? Значит, архивисты тогда решили, поскольку они хорошо знали руку Ленина, действительно у них набит был глаз, что называется, и рука. Вот. Они твердо заявили, что то, что вот вы держали сейчас в руках, все это написано женой Сталина. Она скопировала этот документ, Аллилуевой. Поскольку до сих пор не было еще проведено экспертизы, а почерки Аллилуевой и другой, другого секретаря Ленина, Володичевой, очень похожи, то, опираясь на их мнение, я написал Аллилуевой. Нужна, видимо, графологическая экспертиза. Вот здесь я хотел бы подчеркнуть, что это очень важный момент. Вот это дело историку найти, убедиться своими глазами и так далее. Другое дело провести экспертизу. Часто у нас этого не делают. Вот нужна экспертиза прежде всего. Потому что историк, профессионал, даже архивист, он опирается на специальные знания. Вот здесь я бы позволил такой момент подчеркнуть. Вот часто говорят и очень уважаемые мной люди о том, что история это не наука. Но поскольку, значит, ее заполитизировали, и Михаил Николаевич Покровский в свое время, один из столпов исторической науки, ему приписывается, во всяком случае, этот афоризм, что история это политика, опрокинутая, прошлое, то, может быть, с этим и можно согласиться, но только отчасти. Дело в том, что история ведь многогранная наука. Если взять чистую археологию, источниковедение, с привлечением, вот я, как говорю, современных методов, графологов и так далее, то это наука. Тут никуда. Тут не обманешь никого. Значит, выводы историка должны быть подтверждены всегда какими-то специальными дисциплинами. В общем-то, я говорю банальные вещи. Это известно. Известно-то известно, но мало об этом говорить. Это мало делается. Это мало делается сейчас. Но я не собираюсь вообще критиковать советскую историческую науку. В общем-то, достаточно сказать, что и до меня много говорили о том, что такое, значит, история белые пятна и так далее. Нет белых пятен, есть обязательно фальсификация. Очень крупный один, уважаемый мной человек сказал в то время, архивист, но ток. Так вот и надо, очевидно, с документами больше работать. И не просто издавать документы, сборники, которые никто не читает. Надо как-то совмещать. Во-первых, научную часть такую. Как работал Карамзин, допустим. Его интересно читать даже сейчас. Но за ним идет огромный аппарат, целый том, где он подробно говорит, откуда, чего, как, почему, летопись какая и так далее. Вот если это будет, а этого сейчас я бы не сказал, что много наблюдается, если не сказать, что совсем не наблюдается, на мой взгляд, то, естественно, мы будем двигаться как-то вперед. То есть вы говорите о кризисе добросовестности в науке. Что касается добросовестности историков, то вот политика все-таки иногда настолько властно вмешивается, что добросовестность отходит из-за конъюнкторных соображений на второй план. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...